Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке. Я даже не знаю, как называется эта игрушка, блин. Это новая игра от разработчика-клоуна. Вроде банда какая-то, клоун или чё-чё-то типа того. Здесь вон бабуся одна в чёрном платье показывает Йоу, потом монашка, и клоун снова вернулся. Давайте посмотрим, ребят, что это такое. Я на 100% уверен в том, что в этой игре разраб, ну, 100% поменял сюжет. Ну, 100%. Здесь три монстра сразу, и делать одно и то же, я думаю, ну, это как-то будет тупо. Плюс к этому я прошлые игры проходил, говорил там постоянно, что нужно обновление, а оказывается, разработчик-то мои видосы-то смотрит, я вообще офигел. Но, ну, как бы, я не знаю, может это повлияло на него, не повлияло, фиг его знает. У нас огромный Чернобыль, тут посмотри, что написано. Вас направили разведать странные аномалии в Чернобыль. Вы видели, что по городу ходит странный персонаж. Найдите ключ на кухне в школе и откройте комнату в котельной. Вот такие вот дела, друзья. Мы находимся сейчас в Чернобыле, и, да, будем сейчас, видимо, что-то тут как-то делать, выживать. Не знаю, насколько тут безопасно, конечно, но тут вот и есть, да, вот это прикольно все. Так, сейчас управление настроим. Пока что я особо не соображаю, что говорю, в принципе, как обычно. Так, ага, вроде настроили все, более-менее. Ну все, можно ходить, бродить, бегать тоже можно. Сейчас разберемся, как двери открывать, как что делать. Прыжок тоже есть. Еду тоже нужно где-то брать, кушать как-то. Да уж, территория здесь огромная просто. Где монстры, все понятия вообще не имею. Тут несколько зданий. Давайте-ка мы тут немножко, этот, осмотримся. А тут что-то реально, здание-то какое-то огромное тут, огромное там. Вот, по-моему, сама эта станция, да, если я не ошибаюсь. Ух ты, ё-моё. Ёк-макарёк. Как так сказать, да? По-другому и не скажешь. Вот давай это попробуем в руки взять, да? Можем, конечно же, настроить. О! Ништяк! Смотри-ка, работает. Ну вот мне бесит то, что здесь какая-то вещь иногда полэкрана может закрывать. Это так по-тупому. Мне нужно ключ какой-то найти в школе. Но нужно для начала найти вообще эту школу. Здесь грибочки смешно сделали. Так, окей. Берем тогда. И погнали дальше. Тут что-нибудь искать. А туда можно, интересно? Нет, туда не пускай. Значит, это недосягаемая территория. Не знаю, конечно, насколько реально здесь воспроизвели вот это вот, то, что на самом деле. Типа стройки там и так далее. Честное слово, без понятия. Блин, отсюда нельзя прыгнуть. Хотел схитрить, обмануть игру, но не получилось. Всё-таки не получилось. О! Ещё грибочек. Зашибончик такой маленький, незаметный. Пока что я чуваков всяких разных монстров никого не видел. Они все где-то ходят, и я тоже где-то, не пойми, хожу. Какое здание является основным, где мне придётся ходить, я тоже пока не понял. Но, возможно, вот это вот, ну да, в принципе, скорее всего, оно и есть. Яблоки, а помидор? Здрасте, томат такой, ага, зашибончик. О, мяч! Моё любимое оружие. Вот оно никогда полэкрана не закрывает, всё отлично. По-моему, вот это вот здание, и вон то ещё, кстати, в полном готове для изучения. Блин, ну нифига себе, какая карта огромная просто. У меня такое ощущение, что здесь я буду одну миссию проходить целую серию, блин. А не, как я раньше, по три, по четыре. Потому что тут сложно. А, дверь мне хотела открываться, я понял. Так, ну меня пока что никто не атакует. Всё, ништяк. Открывай. Чё-то он как-то фигово открывает двери, конечно. И каждую дверь нужно открывать, смотреть, чё там есть, что ли. Ну, серьёзно, блин. Издеваетесь, что ли? Ох ты, тут радиоактивно, ё-моё. О! Ага, это я не могу взять. Ещё хавчик есть. О! Тут выше кто-то, в соседнем доме. Они по всей карте, что ли, разгуливают? Ничего себе. Нормально придумали. Так, подожди. Если они разгуливают по всей карте... А, здесь сломано. Вот оно чё. Ладно, идём туда отсюда. Вон клоун! Я увидел гада. Вот он. Уже ходит, разгуливает здесь. Вовсю просто. Надеюсь, это школа, ребят. Я, честно, понятия не имею, что это такое. Похоже на школу вот из Стикмана. По идее-то. И тут нужно найти мне... Ключенцы какой-то. Отчего, не знаю. Где моя начальная точка, я тоже не знаю. Кстати, в столовой, да, по-моему, сказали ключ найти. Или чё там сказали? Сейчас посмотрим. На кухню. Ага. Давайте тогда. Скорее всего, вот здесь вот. Это такая никуда не используемая комната в Стикмане была. А тут её решили использовать. И куда мне этот ключ-то надо принести? Подожди-ка. А-а-а. Откройте комнату в котельной? Я знать не знаю, где эта котельная. Вот те, на. Так, ну ладно, погнали искать тогда. Она, конечно, может быть в самой школе, но это вряд ли. Где-нибудь там в подвале. Но я в этой школе никакого подвала не помню. Так что мы будем её искать всё-таки отдельным зданием. Посмотрим сейчас. Может вот это вот? Да, по-моему, вот это, кстати говоря. Хотя... Ну да. Оно самое, ребят. Пришли. Так. И всё. Ну здравствуйте, конечно. Хорошая комната. Нафиг она мне нужна-то была? Просто пришёл. Для замков разного цвета нужны ключи разного цвета. Вот это, кстати, вот тоже мне нравится. То, что здесь хотя бы какое-то разнообразие. Получается, здесь нам придётся по многу ключей сразу искать. Будет сложно. Блин, я там видел, по-моему, даже на фотках в плей-маркете было три ключа. Что ли, надо было найти чё-то такое. Вы узнали, что бабка учительница проводит какие-то эксперименты в школе. Так, чё-чё-чё? Найдите панель управления экспериментом в одной из комнат? Опа! Вот это новенькое. Вот это мне нравится. Вот эту игру мы, ребята, будем проходить целиком и полностью. И, кстати, теперь мы вот в этой котельне будем изначально появляться, видать. Наша точка спавна. Ну и неплохо. Мне она нравится. Получается... Ой, блин. Нам снова в эту комнатушку надо идти. Не комнатушку, а в школу. Это не комнатушка, это целое огромное здание, блин. Там есть тачки всякие, чё тут только нет. Нет, помните, какие были всякие? Мазерати там, Астон Мартины всякие крутые, Феррари туда-сюда. А здесь этот развалюха стоит, в принципе. Ну прям уже вообще-вообще развалюха в прямом и переносном смысле. Ага. А это что за здание, интересно, тоже не знаю. Пойдём сейчас в школу и попробуем найти эту панель управления. Конечно, она может быть абсолютно где угодно. Но на то, в общем-то, мы тут и нужны, чтобы её отыскать. По-другому никак. Здесь брусья добавились. Интересно. Всё, блин, сломано, разрушено. Ну это понятно, почему, естественно. Почему оно не открывает? У меня кнопка там стоит какая-нибудь. А, у меня никакой кнопки нет, оказывается, на открытие. Я жалуюсь, тут сижу. Ой, дурак. Думаю, чё ж не срабатывает. Ладно, я понял. Надо найти, ребят, ключ. Но, посмотрите, я же хакер. Я же хакер. А, да, вот мой хакеризм и закончился целиком и полностью. Разраб всё-таки продумал эту фишку, которой я пользовался. И в эту комнату мы не попадём. Вот такие вот дела. Нам нужно искать именно ключ от неё и туда уже заходить. Ай, блинский блин. Этот ключ может быть вообще где угодно. Вот абсолютно, ребят. И самый ещё прикол в том, что он может быть вообще не в школе. Сверху. А, чё-то показывает, как будто мы на одном уровне. Типа никакой разницы. Да, кушать, я не хочу это собирать. А какая бабка у учительницы, интересно? Это которая в чёрном бабусе, что ли, была? В принципе-то возможно, что это она. А монахиня-то тут для чего вообще? Не в тему, что она сюда пришла. Странная монашка. Я её и обычную... О, ключ. Вот это зашибон. Я её обычную версию не прошёл. А тут она появилась, так что обычно даже и проходить не придётся. Вот мне что-то подсказывает, что там ключи цветом отличались, да? Или нет? Ну, блин. Вот ключ, казалось бы, какой-то такой вот тёмненько-жёлтый. А это какой-то зелёный, что ли, салатовый. А, здесь только... Это вот зелёный, да, уже всё. Понял. Зашибон. А как же... Ой! Вот тогда за мной побежали, ребята! Стартанули за мной. Я не знаю, кто только. Надо убежать сначала, потом уже смотреть, кто им... Их тут двое. Клоуняка за мной. Чёрт! Монашка ещё! Пошла ты в попу! Сваливаем, ребят, что-то меня окружили. По полной вообще. Вот да гады! Так, подожди. А панель управления тоже в школе, что ли? Ну да, вроде там было написано что-то про школу. Ну давай-ка посмотрим ещё раз. Так. Найдите панель управления экспериментом в одной из комнат. В одной из комнат в школе или в одной из комнат где-то вообще? Вот это вот не знаю. Ещё кто-то идёт, какой-то враг. Да чёрт! Здесь так много врагов. Опа. Ой-ой-ой. Я проиграл, ребята. Ой, болинский. Так, сучек. Так. Лови по башке. Ой! Вот так морда. Огромные глаза на пол лица. Грохнуло меня. Но я-то знаю, где все ключи. Всё окей. Ну, конечно, не все. Только два. Будем тогда там искать сейчас. Ну, блин, они нормально так-то фигарят меня. Думаю, проблематично будет проходить. Собрались они толпучкой мстить мне? Стопудняк. Так, начнём тогда отсюда. Сейчас я ключ сразу забираю. Потихонечку. И мы с вами будем искать ключ, который открывается уже зелёным. Ой, дверь будем отключить. Запутался полностью уже. Будем искать дверь, которая открывается зелёным ключем. Вот. Ох, блин, а. Всё переберу, всё скажу. А правильное только в конце получится. Так. Ага. Появится. Хотел сказать ещё. Что за фигню несу? Сам не знаю. Так. Ой, вот это вот полэкрана закрывает, а. Мне в любом случае нужно что-то, чтобы я мог как-то бросить, что ли. Там этот. Как его. Идёт наш дружбан. Пошёл на второй этаж. Блинский. А про монашку ничего не сказали. Она, интересно, чем тут занимается. Клоун-то ладно. Он, а балду ещё тот. Он, в принципе, во всех заварушках всегда. А вот бабуську нам объяснили. А монахиню нет. Чёрт его знает. Кстати, а давайте попробуем. Подожди, он за мной пошёл? Нет, это снизу. Фух, ну ладно. Давайте сейчас попробуем на крышу забраться, а. Как думаете, получится эта тема? А камер тут, наверное, нет, да? Ну, камер тут нет. Из-за этого не получится. Нафиг, кому камера тут нужна? Они все уже сломались бы давным-давно. Вон туда не запрыгнешь, ребят, по идее. Хотя, конечно, если бы я вот сюда вот мячик бросил, и потом на него бы запрыгнул, то... Здрасте. Вот тебе не получилось. Всё сработало. Ну, я как бы не знаю, только что делать здесь. У меня вещей-то не осталось. Вот дела. Ладно, сейчас запрыгнем обратно. Ой, смотри. Снизу кто-то? Или где? Чё, не могу понять. А, они там. Тусуются все в здании. Вон там клоун. Вон там кто-то уходит. Монашка уходит. Саму бабуську, самое интересное, я не видел. Из-за которой весь этот, в общем-то, случился момент, что она тут над кем-то эксперименты ставит туда-сюда. Ладно, пусть оба сваливают, и я пойду тусоваться уже в школу. Ой, ё-моё. Ё-моё. Я тупица. Я тупица. Иди нафиг. Ага, всё. Теперь сваливаем супербыстро наверх, ребят, с зелёным этим ключом. И надеюсь, что тут что-нибудь, да я открою. Есть, 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 отлично. Вот эта комнатушка. Всё, проходим. Ноль проблем. Так, отлично. И что у нас здесь? Сейчас ещё какой-нибудь ключ. О! Ни фига себе. Вот так панель управления здесь. Офигеть. А как чё тут управлять? Ничего ты тут не управляешь, видимо. Ну, жесть. Ладно, ребят, я уже прошёл два уровня. Напишите в комменты, нравится ли вам новая игрушка. Сейчас посмотрим, что тут в третьем нам скажут по сюжету. Так. Давай грузись уже, чё так долго. Напишите обязательно, ребят, понравилось ли вам. Вы нашли панель управления, но вы не смогли разобраться в том, что она делает. Найдите книгу с инструкциями. И принесите в котельную. Ну, в принципе, это понятное дело. То, что действия-то будут повторяться, потому что это игра, она есть игра. Как бы здесь нужно делать одно и то же. Но мне вот главное, что сюжет поменялся. И теперь уже более-менее интересно играть станет. И я думаю лично так. Мне вот, допустим, уже интересно. Какая тут билиберда происходит полная. Чё-то монашка откуда-то взялась. Баб какие-то эксперименты ставит. Клоун здесь вообще откуда-то не возьмись. А жил уже 200 раз. Это вообще просто жесть полная. Надо, мне кажется, всё-таки проходить и играть. Но я послушаюсь вашего мнения. В комменты напишите, ребята. И там уже будем решать. На этом всё. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok